Расчитана магистральная сеть водоснабжения на сегодняшнюю запитка сетей. Мы обсуждаем о том, что она будет вестись с западного полу водобода, который проходит Акимовского водобода, который проходит рядом с Кирилловкой, ближайшая на протяжении 40 км примерно. Сейчас точку подключения определяем. Сама сеть водоснабжения также просчитана, прокладка ее и по косам, и по центральному центру самого поселка. Большой вопрос, самый большой вопрос у нас был, это прокладка сетей непосредственно с Кирилловской водоградой, непосредственно до наших очистных сооружений. Просчитывалось несколько вариантов, начиная от самой прокладки сетей по селам, чтобы напрямую пойти через Ленинское, выйти к нашим очистным сооружениям. И также просчитывалось полностью вдоль берега Молочного Мала. И просчитывалось второй вариант, непосредственно двигаться вдоль трассы. Так как расстояние в километаже было совершенно небольшое вдоль поселка трассы, примерно 5 км, то было принято решение прокладывать сети вдоль трассы. Это понятно, это определенные места вдоль посадок, вдоль по краю полей. И так будет значительно проще при выполнении и, что важно, при эксплуатации данных сетей впоследствии. На сегодняшний день производится гидравлический расчет перепада высот, определяется мощности канализационных станций, которые будут установлены по ходу трассы. Предположительно, у них будет 2, максимум 3 канализационных станций на сегодняшний день. И данный расчет выполняется. Следующий этап работы, который делается, это дефектовка наших очистных сооружений. Наши очистные сооружения изначально были проектной мощностью порядка 50 тысяч на переработке стоков в день. Но на сегодняшний день загрузка их составляет максимальная по сезону 18 тысяч кубических метров в день. Максимальный день. Поэтому сегодня мы проводим дефектовку существующих сооружений. Но, что важно, мы дополняем наши очистные сооружения в проектные решения всеми необходимыми современными средствами очистки, которые существуют. Соответственно, дефосфатами, того, чего не было очистено в советское время, при строительстве очистных сооружений, и всеми необходимыми современными средствами на сегодняшний день. То есть возникает вопрос, хотелось бы услышать. Мы получаем высочайшую очистку по реализации этого проекта, наш источник. Задача, которая стоит перед проектантами, а по следующему будет стоять перед подрядчиками, на выходе с очистных сооружений должна быть техническая рома. Техническая рома, да. В теории возникает, если ее прокипятить, то можно и... Можно и пить. Да, то есть мы можем увидеть сюжет, что тот из наших руководителей... Видите, для подрядчиков, которые строятся. Подрядчиков. Пают с ручкой и пьют чистую воду. Ну хорошо. У меня в связи с этим и в этом возникает особый, скажем так, интерес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!